Я директор правового департамента администрации, губернатора и правительства Харьковской области. Тема, как у вас стало заявлено, достаточно сложная. Кто, наверное, присутствовал в прошлом году, знает, что и в ходе первого форума Белой ночи тема была заявлена. Мы встречались и обсуждали в здании правительственной области эту проблему. Как они начали обсуждать эту проблему, отчасти, например, говорили, что федеральный закон в этом не рассматривается. Он прошел по ближнему рассматриваться, прошел процедуру первого чтения, готовится ко второму чтению. На самом деле, можно говорить, что достаточно много проблем, почему сфера государственного частного партнерства не получила нужного распространения. Я, на самом деле, не хотел сказать небольшое вступительное слово, оставаясь, безусловно, в большей степени на поле модератора. Но отдельные тезисы для нашего совместного обсуждения, безусловно, хотелось бы обозначить. Все-таки у нас обозначено обсуждение этой проблематики против круглого стола, поэтому, безусловно, должное внимание мы уделим нашим нападчикам, которые присутствуют здесь. И, безусловно, мы ждем вопросов с вашей стороны и, безусловно, ждем ваших собственных точек зрения. С точки зрения, будь то вы представители власти, будь то вы представители бизнеса, будь то вы представители юридической науки, как реально сделать, чтобы этот инструмент заработал. По крайней мере, я понимаю, что я представляю областное правительство, я областной чиновник. И, безусловно, мы говорим об ограниченности бюджетных ресурсов и, безусловно, заинтересованности всех этих властей, областной, муниципальной развития этого инструмента. С точки зрения развития объектов инфраструктуры, безусловно, так и развития объектов социальной сферы, то есть и образования, и здравоохранения, и культуры, и спорта, и туризма. И, наверное, действительно наша задача, как обеспечить привлечение бизнеса, реализации проектов, реализации таких значимых инициатив. Мы, действительно, все вместе, в нашей совместной работе находимся на неком настроении. С одной стороны, наверное, зачастую я слышал при введении различного рода переговоров от бизнеса о том, что эти чиновники, они не очень понимают природу этих отношений. И то, что мы предлагаем в случае сведения развития государственного частного партнерства, зачастую такой тезис, безусловно, выдвигается. Это считается, наверное, консервантизм в чиновническом радие как одной из, наверное, этических моментов развития проекта государственного частного партнерства. С другой стороны, мы тоже представители публичной власти, сразу начинаем осознавать все правовые и финансовые риски, которые возникают при реализации проекта государственного частного партнерства. Безусловно, мы сразу на одну чашу весов начинаем весить нормы бюджетного кодекса на госгарантию, нормы нашего законодательства о закупках, нормы земельного кодекса на опционное предоставление земельных участков, нормы антимонопольного законодательства и законодательства о защите и конкуренции, то есть анализируемые соответствующие риски. И, безусловно, мы сами, работая в этой сфере, в сфере государственного частного партнерства, говорим о несовершенствии законодательства. Вот сегодня, готовясь к круглому столу, я дополнительно еще использовал проект федерального закона. Вот кто присутствовал на, только что, также на пленальном заседании, такая мысль прозвучала, что наше право становится все более жестким, все меньше и меньше гибкости. Уважаемые коллеги, просто обращу внимание на четыре цифра. В первом чтении проекта федерального закона, принятый, был в 18 страницах, это по утраментам, положено 14 шрифт, 12 статей. А в втором чтении проекта федерального закона, государственная частная партнерская лица, правильная частная партнерская, уже 114 страниц, 3,5 раза, да? Длится 9 статей. То есть, достаточно четко прописано, как раз таки, в нашей, наверное, лучшей классической правовой традиции, все основные инструменты, весь политический аппарат, все основные механизмы, связанные с заключением соглашения, связанные с разработкой соглашения и связанные с устранением всех возникающих рисков. И вот самое главное, что отражено в федеральном законе, это попытка действительно сузить свое применение, поставить четко ограничение на применение этих проектов, чтобы, например, ограничить от законодательства в сфере этого закупок. То есть, чтобы, например, при заключении проекта ГЧП четко можно было бы не только оценить эффективность, но и федеральный законодатель будет такое понятие, как сравнительное преимущество. Любой проект ГЧП должен обладать таким сравнительным преимуществом, чем он отличается от просто размещения государственного муниципального закупок в рамках 44-го федерального закона. Вот такой в данном случае наш федеральный законодатель и даст ли вот этот федеральный закон, настолько долгожданный федеральный закон, даст ли на самом деле этот закон те гарантии, которые необходимы в данном случае инвесторам для того, чтобы реально проекты начали реализовываться. И вот, наверное, вот одного из лизисов, который, по крайней мере, я хотел бы вкунуть в аудиторию, может быть, в последующем обсуждаем и европейский опыт, обсуждаем наш опыт, и мы действительно обсуждали с точки зрения гарантии. Когда вот читаешь литературу, посвященную государственному частному партнерству, один из ключевых элементов, один из ключевых признаков, да, это совместные, да, это публичные проекты, публичные интересы, публичные частные партнеры, но один из главных элементов – это разделение рисков. То есть в данном случае мы говорим о том, что риски должен принимать не только частный партнер, риски должен принимать и внести, соответственно, публичный партнер. Вот я просто проделюсь, действительно, забота очень много на тех фондах, скажем, да, и много чего изменилось в том числе в ходе работы в областном правительстве. Как раз-таки вот один из примеров работы над таким проектом хотелось бы привести. Для нам больше года велись переговоры по очень значимому проекту, по обеспечению хермо- и электроэнергетики, охраны висковой области. Это 18 котельных, целый ряд муниципальных образований. А креугольная точка всех переговоров – это те гарантии, которые власть может представить под реализацию проекта. Фактически все дискуссии шли около этих гарантий. И, безусловно, правительство понимало, что гарантии должны быть предоставлены инвесторам. Это не просто проект, да, это 18 котельных, стоимость инвестиций – 1 миллиард рублей. И гарантии были определенные найдены, очень сложнейшие механизмы связаны с возложением обязанностей на правительство по выкупу объектов и по электроэнергетике, в случае, если соглашение будет расслаблено со стороны по различным основаниям. Огромнейшая дискуссия шла за тем, как сформулировать эти основания для расслабления соответствующего договора. Так или иначе, определенный компромисс для того, чтобы этот проект, связанный с государственным частным партнерством, стартовал в области, да, были найдены. Огромисс по формулировкам и основаниям досрочного расслабления контракта, да. Это в качестве примера. Я в ходе обсуждения еще готов буду проводить различные примеры, да, как у нас реализуется это в области. Но, чтобы не злоупотреблять, я, наверное, представлю слово первому нашему докладчику. Мы всегда, да, говорим о развитии ГЧП, часто вспоминаем исторический опыт, вспоминаем международный опыт. Поэтому с большим удовольствием я представлю нашу коллегу из Финляндии, Кирилл Бомберг. Как раз таки представлю, представляющий второй опыт внедрения проекта государственного частного партнерства в новоциальной сети. Спасибо. Мне очень приятно встретиться с вами. Меня зовут Дарика Робберг. This is Alex, who is helping me with the translations. I've been asked by the Org-комитет who speak about the Finnish innovation system. Орг-комитет попросил меня рассказать о финской системе инноваций и готове деньги. В повседневной работе я занимаюсь в банковской сфере финансами. И государственное частное партнерство известно мне по предыдущей работе. Я думаю, начнем с определениями. Инновация – это новая или существенно улучшенная продукция, товары или услуги. Которую кто-то или предприятие приносит на рынок. Здесь можно говорить о новой маркетинговой методике, новых организационных методах или новых практиках бизнеса. Необязательно инновация производится той компанией, которая ею пользуется. Возможно также пользоваться и чужими инновациями. Трудный момент, так называемый инновационный парадокс – это вопрос измерения инноваций. Инновация всегда ведет к изменениям рынка. Кто-то проигрывает, кто-то побеждает. В одном месте денег меньше, в другом больше. Но финансирование должно быть предоставлено заранее, в начале. Иногда некоторые общества пытаются измерить инновации изобретениями. Но это небольшое заблуждение. На самом деле, действительно есть небольшое соотношение между количеством заагентованных изобретений и инновациями. И если наши американские коллеги заявляют, что у них есть определенное количество запретентованных изобретений, и они являются инноваторами, то мы видим, что да, связь между инновациями и изобретениями действительно существует. Доступны два гидрофинансирования. Обычно оба они используются одновременно. Бизнесы ангела — это индивидуальные личности, которые инвестируют деньги в чей-то другой бизнес. Финляндия — это небольшая страна, у нас всего 5 миллионов населения. У нас порядка 150 аргумент бизнеса. И даже в нашем открытом обществе эти люди, аргумент бизнес, они стремятся к тому, чтобы иметь широкую известность. По своей предыдущей работе покупательских исследований в области финансирования я познакомилась примерно с 50 и 150 аргумент бизнес. И вот поэтому я знаю, что их количество таково в районе 150 человек. Я полагаю, что бизнес-ангелы есть и в России. Сама эта концепция бизнес-ангелов, она происходит из Америки, но ее можно найти в России. Скандинавии. Суть того, чтобы убить бизнес-ангелам — это своего рода заключить пари. Ну, заключить пари или, иными словами, сделать ставку. Ставку можно делать на что угодно, на лошади, на футбольные матчи, на все, что пожелаете. Суть того, чтобы быть бизнес-ангелом, у вас есть собственное частное хозяйство, но вы не рискуете. Вы рискуете и делаете ставку на лишние дополнительные деньги. Когда мы говорим о тех, кто делает инновации и тех, кто использует инновации, бизнес-ангелы — это отдельная часть системы. Они не инноваций, и они не используют инновации. Когда мы говорим о тем, кто производит инновации и кто не пользуется, бизнес-ангелы — это несколько из одной сферы. Они не самими занимаются инновациями и не пользуются их плодами. И в дополнение к бизнес-ангелам у нас есть система государственного финансирования инноваций. Чуть позднее я расскажу о финской государственной системе финансирования инноваций. На этом этапе я хотел бы четко разъяснить. Ни бизнес-ангелы, ни государственная система финансирования инноваций не будут участвовать в инновации, если сами разработчики этих инноваций не рискуют собственными деньгами, иногда даже отдают под залог состояние своих родителей и детей. Обычные явления, например, появляется какая-то замечательная мысль. Вы идете в банк, рассказываете об этой замечательной идее, говорите, что вам требуется финансирование, и вы готовы финансировать это и самостоятельно вложить собственные средства. И если банк поверит вам, он предоставит какую-то часть средств для самофинансирования, тогда он предоставляет и бизнес-ангелы, и государственная система финансирования инноваций. Но я вам скажу прямо, обычно банк верит, но он требует в залог, и под залог требуется нечто большее, чем ваше доброе имя. Сейчас, наверное, скажу несколько слов о хай-теке. В Финляндии обычно известны как «Нокиа-Лэнд» или «Патринос-Нокиа-Лэнд». В Финляндии обычно известны как страна «Нокиа» или бывшая страна «Нокиа». Говоря о «Нокиа», каждый думает, да, это высокие технологии, хай-тек – это просто чудо. Хочу напомнить вам, что хай-тек – это не чудо, это инвестиции в научные исследования, не опыт. Если ваша компания вкладывает более 4% своего оборота в научные исследования, тогда она может считаться высокотехнологичной компанией. Когда я думаю о тех реальных коммерческих успехах, которые добилась Финляндия в России, должна признать, что эти успехи низкотехнологичны. Низкотехнологичный бизнес – это тот бизнес, который вкладывает в научные исследования менее 1% своего оборота. И я уверен, что те, кто живет в Москве или Петербурге, те являются заказчиками Стокмана. И я уверен, что те присутствующие здесь, кто живет в Москве или Петербурге, те являются заказчиками Стокмана. Мы не рекламируем Хомка. Мы не рекламируем Хомка. Но мне кажется, что все русские знают, что есть несколько Хомка-Раниньи дачи. Я думаю, что один из них, который в Полярной, это дачи, может быть 430 метров. Я думаю, все в России знают дачи Хомка-Раниньи. Одна из них построена на Полярной звезде, там около 400 квадратных метров. Я думаю, это лоу-тек, но поскольку российское правительство разместило заказ на это строительство, здесь мы можем говорить об успехе низкотехнологичного сектора строительства. На этом слайде показана финская система инноваций. Я думаю, проще говоря, в ней участвуют все. Начиная с частного сектора, с союза работодателей, из профсоюзов, всех профсоюзов. Парламентский фонд инноваций. Правительственный фонд инноваций. Академия Финляндии. Все университеты. И большая часть правительства под руководством львия министра. Когда участвуют все, необходимо помнить, что Финляндия это маленькая страна. У нас получается прийти к консенсусу. Мы приходим к общему пониманию, что хорошо для нас в алкосрочной перспективе. И также мы публикуем в открытой печати на портале research.fi все, чем мы занимаемся. Можно взглянуть, почитать и изучить. Но очень мало у кого получается копировать этот опыт. Я думаю, что здесь разница между маленькими и большими странами. Потому что в крупных странах, таких как США, Россия, Китай системы большие, страны богатые. У нас страны медлены, мы можем полагаться только друг на друга и на собственные мозги. Мы пришли к консенсусу относительно школьной системы. В Финляндии невозможно вырасти и быть неграмотной, как это иногда бывает во вновь принятых некоторых странах Евросоюза. Теперь я имею в виду Румунию и Болгарию 26 и 27 страны. Примерно две трети каждого поколения финнов получают дополнительное образование. У нас мало рабочих мест где требуется физическая сила и физическая подготовка, но у нас много рабочих мест где требуется квалификация. И для того, чтобы держаться на плаву и быть лучшими в мире. Со следующего года в школьной программе по математике будет включен блок программирования. Таким образом, каждый отдельно взятый гражданин будет иметь навыки программирования и это даст нам возможности работать по всему миру. Также мы очень тесно работаем с исследованием ВИЗа. ВИЗа это программа оценки иностранных студентов, это программа принятая во всех экономически развитых странах. Оценщики проверяют школьную систему образования и обычно на первые места выходят азианские страны. Но мы в Финляндии отходим в пятерку лучших стран. Теперь после того, как я распределяю все это, насколько прекрасна Финляндия, я хочу дать кое-какие подтверждения, показательства. После Нокио у нас было тяжелое похмелье, головная боль. Потому что очень трудно достичь вершины в мире в производстве выбили в телефонах, а потом резко упасть вниз. Но теперь это похмелье прошло. И мы постоянно пытаемся работать над чем-то новым. Мой первый пример – это Angry Birds. Я думаю, что все, у кого есть дети, кто играет в Angry Birds на своих мобильных телефонах, знают, что это такое. И стараются вмешиваться. И стараются вмешиваться. Робио были созданы в 2003 году, а теперь они работают в 38 странах и зарабатывают миллионы по всему миру. Второй пример – Supercell. У них было две глобальные и всемирные истории успеха. Класс и Хейдей. Я думаю, что у кого есть маленькие девочки в семьях играют в Хейдей, даже если они не играют в Клэш оф Клэнс. Каждый раз, когда есть один успех, ему сопутствует десять неудач. И когда мы думаем о том, сколько денег должен приносить успех, чтобы компенсировать неудачи. То мы начинаем понимать, что здесь должно быть партнерство и самих предпринимателей, ангелов бизнеса и государственных частных партнерств. Здесь чрезвычайно важно не использовать государственные деньги как воду. государственные частные партнерства – это то, что каждая страна должна устраивать по собственной методологии. И должна признать, что я углядываюсь на одну из самых значительных финских инноваций в сфере медицины. Они начали тридцать лет назад, убивая крыс. Когда пришел коммерческий успех, изобретатель сам был вытолкнут из этого процесса. У него замечательно получались изобретения, но он не смог делать инновации. Инновация всегда имеет отношение к коммерциализации. Изменение рынка, коммерциализация, на каждый успех приходится десять неудач. Вот так или иначе, каждая страна находит собственный способ делить как успехи, так и неудачи. Спасибо за внимание и успех. Я знаю, Россия – великая страна. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 И я думаю, что действительно Финляндия отличается развитием ГЧП именно в сфере инноваций. Увидел даже такую цифру, что Финляндия в рамках именно ГЧП нам мобилизует на НИОК, около 6 миллиардов евро в ежегодно. Это 1% всех затрат неровных на НИОК. Причем 70% частный бизнес, 30% средств бюджета. То есть все-таки как государство участвует в проектах и что делает для развития НИОК проекта. То есть именно вот участие государства и как государство разделяет риски, мы понимаем, что НИОК – это та сфера, где заранее риски достаточно большие, потому что результаты всегда заранее предсказуемы. Деньги боятся рисков. Небольшой комментарий. Не случайно Эрика обратила внимание на то, что вызывает недоумение, что в Европейский Союз пригласили вступление в две страны, она их назвала, где уровень грамотности граждан оставляет желать лучшего. Я знаю о том, что на 5-миллионное население в Финляндии, если не ошибаюсь, 23 университета. Правильно. Вот можете себе представить, какой высокий уровень образования? Вообще система образования в Финляндии считается одной из самых лучших в мире. Поэтому все инновации, о которых вам сегодня говорили, да, и вся эта система, она проверена годами, выстроена. И я с большим удовольствием это послушала. И вам успехов. Можешь успехов. Недавно, это большой народ, маленькие проблемы, великие народы. Огромные проблемы. Вам нелегко найти собственный путь, потому что вас так много, вы умные, но этот путь вы найдете. Олег, еще вопрос. Ну, я думаю, тогда мы предоставим слово встроенной фаунде арестовой с заявленной темой выступления. Сейчас, секундочку. У нее кому? Механизм ГЧП и структурного развития региона. Спасибо, Игорь Сергеевич. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы немножко обратиться к истории этого проекта. Проект достаточно масштабный. Он связывает Архангельск, Тывкар, Кудынкар, Пермь. Был задуман в 96-м году. В Финляндии в 90-е годы его называли Архангельским коридором. Но первое упоминание о планах строительства железнодорожной магистрали, соединяющей промышленные районы Урала с Белым морем, относится к 1912 году. То есть, уже более 100 лет этой идеи. Ну и, уже соблюдая традицию, хотелось бы процитировать академика, советника Российской Академии Наук Рощевского. Политик, который построит эту магистраль, обессмертит себя. Белкомун достаточно протяженная трасса, 1155 километров, и предполагается, что состоять она будет из двух участков, северного и южного. Северный, соединяющий Архангельский Сыктывкар, проходит по территории Архангельской области и Республики Коми. А южный соединяет Сыктывкар и Пермь, проходит по территории Республики Коми и Пермского края. Первоначально он планировался через Фудынгар, административный центр Коми и Пермьянского округа. Но впоследствии, после объединения двух субъектов Пермской области и Коми и Пермьянского автономного округа и создания Пермского края, первоначальные планы изменились. И сейчас предполагается, что проект будет касаться лишь северного участка Пермьянского округа, это Гарина, которая находится фактически на границе с Республикой Коми. Мне представляется важным, что Архангельские юридические форумы становятся ежегодным мероприятием, где можно не только высказать те или иные идеи, обсудить проекты, но и проследить их судьбу в долгосрочной перспективе, в общем-то вплоть до определенных результатов. В прошлом году я участвовала на форуме, на тренарном заседании, оно, в общем-то, было ключевое, посвященное данному проекту, это эконом называется, эконом правовое регулирование, реализация межнациональных, социально-экономических проектов на северо-западе России, условия, риски, механизмы защиты инвестиций. Вот как и год назад, я настаивала на тетисе, что перспективы, которые открывает проект Белкому, для отечественных, скандинавских, китайских и японских компаний, потенциальных инвесторов, в общем-то, оправдывает те риски правовые, которые существуют. Но хотелось бы и немного остановиться на теме рисков. Когда мы говорим о рисках, то в первую очередь мы говорим о защите, о защите инвестиций, о защите капиталов. И, как правильно сегодня сказал Андрей Александрович Кришерс, собственно, ни один инвестор не придет в экономику, которая нестабильна. Ни один инвестор не придет вкладывать деньги в слабую государственность. И это действительно так. Инвестор – это самое пугливое существо на свете. Он боится любого сквозняка. Я хотела бы проанализировать ситуацию, связанную с данными инвестициями, с позицией публичного права, международного публичного права. Наиболее эффективным разрешением инвестиционных споров считается их разрешение в рамках Международного центра по регулированию инвестиционных споров, созданного в рамках Хашингтонской конвенции 1965 года. Российская Федерация не является участником конвенции. Также значительную роль среди международных механизмов защиты иностранных инвестиций принадлежит договору к энергетической хартии, подписанному в Лиссабоне в 1994 году и вступившему в силу в 1998 году. Российская Федерация не ратифицирует договору и применяет его на временной основе, что не позволяет устанавливать прямой арбитраж при возникновении споров. Еще один действующий механизм защиты инвестиций – это экономический суд СНГ, который разрешает экономические споры, возникающий при исполнении экономических обязательств, предусмотренных актами содружества. И примером является соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности в 1993 году. Участниками являются государства СНГ. К сожалению, Россия вышла из состава участников соглашения и не присоединилась к конвенции защиты прав инвесторов в 1997 году. Факт не ратификации Российской Федерации в международных спонтактах безусловно порождает риски, является неким сигналом для инвесторов. Хотя норма федерального закона об иностранных инвестициях в Российской Федерации, номер 160 ФЗ, от 1999 года стремится их минимизировать. Кроме того, надо отметить, что в субъектах Российской Федерации складывается своя практика, основанная на существующих международных и национальных стандартах. Регионы самостоятельно формируют законодательную базу в поддержку ВЧП. И здесь надо отметить роль Санкт-Петербурга. Причем довольно успешно это делает Северная столица. Еще в 2006 году был принят закон об участии Санкт-Петербурга в государственных частных партнерствах. И нам интересен этот опыт, в первую очередь, в связи с тем, что основная часть применения ГЧП в мире – это строительство Железнодорожного магистрали, линейного объекта. Что касается его реализации на сегодняшний день, то надо обратить внимание, что много разговоров, много обсуждений, дискуссий, планов. Но когда речь идет о реализации, то правительство Российской Федерации не торопится определиться в отношении этого проекта в части бюджетного финансирования, хотя изначально было заявлено, что пропорция, на условии которой будет осуществлено строительство Белокомора будет 30-70, то есть 30% берет на себя бюджет Российской Федерации, 70% возможной инвестиции инвесторов, как национальных, так и иностранных. Из семи типов ГЧП в Российской Федерации используются три. Что касается проекта Белкану, то по общей договоренности решено использовать форму концессии. И, в общем-то, наверное, это справедливо, потому что в таких годных проектах используются преимущества на такой тип. Магистраль сегодня рассматривается как составная часть паневропейского международного транспортного коридора. То есть фактически от финских, или скажем, скандинавских феордов и до порта Гуанчжоу через всю Российскую Федерацию. И здесь возникают, конечно, как бы мы того не хотели, вопросы национальной безопасности. То есть это будет не только бизнес-правед, это будут еще и стратегические праведы. И в какой пропорции финансировать будет Российская Федерация этот проект, а в какой пропорции инвестор, думаю, что это вопрос, в общем-то, и национальной безопасности. Безусловно, инвестиционная активность в данном проекте будет зависеть не только от минимизации правовых рисков со стороны Российской Федерации, но и от политической воли, как в субъектах Федерации, так и на уровне Федерального Центра. Сегодня уже есть определенность и многочисленные консультации, завещания на тему проекта «До кому?» привели к определенному успеху. И северная часть, я говорила в начале его выступления, что магистраль, точнее, проект магистрали включает в себя северный участок и южный. Так вот, по северному участку есть договоренность, ну, фактически уже предстартовой готовности правительства Российской Федерации такую отмашку готова дать. По южному участку, который будет связывать Сыктывкар, Гаймур, Целиканский, Пель, пока вопрос остается открытым. А как было сказано на уровне правительства, дело не сегодняшнего дня. Хотя Пермский край, губернатор Пермского края, правительство Пермского края выражает готовность привлечь инвестиции страны китайских партнеров и национальных компаний. Ну вот, тем не менее, пока лобби северного участка оказалось сильнее. Наверное, это большой плюс для Архангельска, потому что, собственно, от Архангельского порта и начнется правительство. Но в целом данный проект рассчитан на его реализацию 20-30 лет, поэтому очень надеюсь, что через 20-30 лет, встретившись на этом форуме, мы с вами сможем подвести некоторые итоги этого глобального проекта. Спасибо за внимание. Игорь Сергеевич, у меня вопрос к вам, если позволите. Вы выступаете модератором и, в общем-то, готовитесь к теме. У меня вопрос такого характера. С вашей точки зрения, какова правовая природа договора, которая заключается между государством и хозяйствующими студентами при создании различных форм. Государство часто подвесит. То есть, вот я хочу немножко продолжение того массыла, который сказал у нас Кришев, да, Архангель Александрович, он говорил, во-первых, какую цель мы преследуем, да, и во-вторых, меня интересует природа отношений, которые складываются между инвестором и между государством, как подвеситом. Какого-то чувства, да, договора? Нет, риски. Риски – это второй вопрос, потому что риски вытекают из характера самого договора. Говорили мы с вами о гражданском и правовом договоре, говорили мы с вами об административном договоре, либо, как сейчас, модно говорить о коммерческом договоре, как нищим, так сказать, середине между гражданским договором и, так сказать, договорным имеющим публическим характером, Это первый вопрос. И второй вопрос, если позволите. С вашей точки зрения, возможно ли в полной мере развитие этой черты при отсутствии нормы гражданского права понятия публичного юридического лица, публичного права, прошу прощения, то есть в качестве которого у субъекта договорных отношений в рамках гражданского кодекса выступал орган государственной власти, либо иное лицо, которое создано с участием государства и наследства государства. Вот эти вот два момента, которые, в принципе, хотелось бы послышать. Олег, действительно, вопрос достаточно сложный, с подковыркой. Нет, они абсолютно, от них плясать надо. Нет, безусловно, от них нужно плясать, но плясать не будем с точки зрения действующего законодательства. Вот, разручала информация, и его Светлана Михайловна, и я в качестве тезиса выступал, как говорил, о том, что на федеральном уровне законодательная база отсутствует, ну, на данный период времени, да, субъекты Российской Федерации в порядке обережащих регулирования стали экспериментировать. Действительно, многие сэкспериментировали, пошли, по примеру, казалось, там, хаун, действительно, питерский опыт достаточно передовой, как правило, питерские законы все и продублировали. И даже, вот, к моменту, там, больше, чем год назад, всех продублировали субъекты, таковых оказалось 69, к моменту разработки федерального закона, и приняли региональные законы о кончетах. И, безусловно, региональные законодатели, вслед за питерским опытом, попытались сконструировать некую новую форму соглашения на государственном частном партнерстве, при этом прописывая о том, что это соглашение, носящее, наверное, в большей степени, раз оно попадало в региональные законы, в публично-правовую природу, да, и всего этого, видимо, закон субъекта и будет регулировать эти отношения. Одновременно, законодатель субъекта хотел прописать различные типы отношений, различные формы государственного частного партнерства. Потому что мы понимаем, что привлекать и предусматривать участие государства мы можем различные, да, используя инструменты, то есть наиболее классический вариант той же самой концессии, да, тут же сразу получается, что все подпадает под силу видней федерального законодателя, да, либо, например, создание юридических лиц с участием государства, да, или в том числе с внесением соответствующего государственного имущества, муниципального имущества, установления складочных капиталов, да, соответственно. То есть мы понимаем, что, опять-таки, вот каждую из форм участия государства, из каждой формы поддержки в данном случае будет опоследовать свой договор, и как правило договор в этом случае, носящий исключительно гражданскую правовую природу, да, то есть будь то участие в юридическом лице, будь то в данном случае даже договор о государственной гарантии, да, то есть это тоже та же, да, гражданская правовая инструмент. То есть любую форму из причинного природы, мы говорим в данном случае, это будет темно посредственно опоследовано гражданской правовыми отношениями. Но при этом, при наличии одновременных гражданской правовыми инструментами, да, мы говорим о неграми публичного титроволи с участием публичного партнера, при этом те же самые все региональные законодатели, и о том, что это прослеживается проект федерального закона, предусматривают сложную процедуру отбора, да, и заключение данного соглашения, да, соглашение, заключаемое, прежде всего, на... конкурсной основе, да, при этом, вот если мы берем как федерального закона, то соответствующая конкурсная основа, то есть причем как проведение открытого конкурса, так, соответственно, проведение закрытого конкурса, да, поэтому... Здесь, подводя вот, расскажи, не только, что мы говорим о службе правовой природе, да, то есть есть на руки комментарии о том, что в этом случае это не поименованный договор гражданской кодексе, есть с точки зрения того, что это и смешанный договор, но я бы, наверное, в большей степени подошел бы к точке зрения того, что есть публичный договор, связанный с участием публичного партнера и связанный с отбором этого проекта государственного частного партнерства, да, который определяет публичного партнера, срок договора, обязательства партнеров, да, а из этого договора уже вытекает соответствующий правовый договор, потому что в этом случае, если будет заключаться, например, да, и организовываться проект государственного частного партнерства, а в качестве обеспечения субъект будет выдавлен государственной гарантией, и будут использовать иные способы, то в этом случае в любом варианте будет заключаться соответствующий правовый договор, да, я бы таким образом не видел. С точки зрения публичного и технического лица, недостаточно лица публичного лица, да, я не понимаю, о чем это речь, а мне действительно вот этой частью и интересен, я всех коллег призываю прочитать и посмотреть, потому что дискуссия, которая сейчас продолжается в Государственной Думе за сопровождением федерального закона, ведь всегда интересно, как принимается проект федерального закона, какие есть мнения у профильных комитетов, этот закон, как известно, сопровождается большим количеством комитетов Государственной Думы, какие есть заключения, да, у профильных комитетов, что мне достаточно привлекло проект федерального закона, это действительно попытка установить жесткие требования не только к частному партнеру, но и к публичному партнеру, в том числе и с действием публичного партнера, да, поэтому, кажется, это частью проблемы, связанной с защитой конкуренции, когда публичный партнер заключается в влашении государственного частного партнерства и отчасти он берет в этом случае на себя хозяйствующие функции, мы понимаем, что мы поступаем в этом случае в конфликт с антимонополием и законодательством, вот отчасти очень многие проблемы здесь оговорены, когда публичный партнер, который создавает в том числе хозяйствующий субъект, осуществляет управление, да, в большинстве хозяйственного отношения. Вот здесь вот тоже достаточно интересная привода. И вот у Стэнхауна интересный момент тоже прозвучал, вообще-то я, незаконно, достаточно интересен, то есть, действительно, в случае все-таки его принятия определенная революционная века-то наступит. То есть, прозвучала информация, что там объекты ГЧП, прежде всего, действительно, объекты, там, инфраструктуры, дороги, железнодорожный транспорт, и так далее, но для меня вот действительно уникальная вещь, что даже, когда посмотрели возможность распространения, относительно к объектам ГЧП, объектов обороны, государственной безопасности и даже технического переволожения. То есть, в данном случае, предполагается то, что президент России утвердится соответствующий перечень объектов, которые тоже могут также, да, на них будут распространяться ГЧП. То есть, в данном случае, это еще какие-то элементы, да, государства планируют привлекать частные инвестиции, да, при ограничении бюджетных ресурсов, даже в таких, я бы сказал, достаточно имитивных сферах для государства. То есть, это тоже немножко открывает и предусматривает, в том числе, я сказал, что отход проекта, в этом случае, предусматривая специальный проект федерального закона, предусматривая процедуру закрытого конкурса, когда это связано с государственной тайной или действительно с обеспечением безопасности государства и обороноспособности государства. Это тоже, вот, открывает некие, так скажем, отражает структуру деятельности. Не знаю, ответил не ответил. Нет, Вы вполне ответили на мой вопрос, только, как сказать, подчеркиваю, публично-природно оттерванный административный договор, что, в общем-то, так сказать, он в целом, Вы подтвердили. Вот, если нет других вопросов, я в этой связи хотел бы немножко дальше, да, сказать, в чём значение, всё-таки, вот, в чём принципиальная разница между гражданским договором и административным договором, и то, о чём, в общем-то, я задала Вам вопрос. Потому что, когда мы переходим на этот гражданство, правовую плоскость, без определения статуса юридического лица публичного права, который принимаем носители государственной власти и государственных финансовых взгляд и реализующих цены, которые создают государство, мы с Вами несколько по-другому смотрим на методы правового регулирования, потому что в гражданском праве мы исходим из диспозитивности и свободы воли. И поэтому, говоря о гражданском правом договоре, мы предполагаем, что представитель от государства может действовать диспозитивно, то есть выбирая либо норму закона, либо выбирая норму, как говорится, условия в договоре, не по договору, а по регулятору. И в этой связи у него есть свобода воли, то есть свобода действовать по своему усмотрению, а не с точки зрения этих целей и задач, которые ему заложены, так сказать, в его положении, которые регулируют его статус и в бюджете, которые определяют целевой использование денежных средств. А когда мы с Вами говорим об административном договоре, вот здесь мы как раз с Вами должны в чем, так сказать, засады для органов государственной власти, с моей стороны, с моей точки зрения. Здесь как раз заключается то, что он как орган власти должен действовать в строгой крикерной компетенции, вот строгая стадия целевого назначения бюджетных средств, и тогда вот тот вопрос, который вы говорили, то есть возникает вопрос, а кто же должен брать на себя риски? И в чем цель этих рисков? То ли государство размещает, я так сказать, наступившие риски, материальный характер скажет, то ли в данном случае оно наступает гарантам, предусматривает какое-то целевое финансирование или возможность в последующем это сказать какие-то там, ну здесь могут быть налоговая конференция, это право государства определить, вот условия, но может ли оно здесь полноценно отличать за риски, которые на себя берет бизнес, и брать на себя эти риски, если оно потенциально действует в пределах бюджета, исходя из тех целевых назначений денежных средств. Вот это, так сказать, с меточки зрения, вот на настоящий период, это та основная засада, та проблема, которая и не позволяет дальше это двигаться с субъектом федерации, потому что вот данные власти вроде как хотят, а с другой стороны вот эта вот коррупционная составляющая, она все время как донок в меч, вот как-то и сдерживает. Ну это мое частное мнение, я в принципе просто хотела бы у вас, уважаемых участников, услышать вашу позицию вот в этом конецте. Я бы хотел бы сделать комментарий с иностранным участникам. Мы делаем разницу между бюджетным средствами и другим нитками. Мы различаем, проводим различия между бюджетными средствами и другими нитками. From budget money, government gives subsidies. When we are making a risk, when we are taking a risk on government money, there has to be a separate law. Когда мы рискуем, государственные деньги эти деньги должны быть особенные цакуан. Особенные. So, for example, ... ... ... ... ... ... Когда я говорила вам о СИКРА, парламентном риск-тапе, и СИКРА, государственный риск-тапе, это организация парламентская, которая берет на себя риски, и правительство берет на себя риски. Они both have their own law and the money they risk is separated from the budget money, so that is the way we avoid the problem that was raised here in this discussion. И парламент и правительство, подвергая деньги риску, пользуются отдельными законами. И эти деньги, которые подвергают риску, они отделяются от госбюджета. Таким образом мы пытаемся их бежать, возможно, от неприятностей. Потому что это действительно ужасная проблема, если вы напрямую собираетесь правительственные ресурсы, и государственные средства подвергая риску. Спасибо. Я бы хотела в связи с комментариями или еще дополнить о том, что действительно любое субсидирование со стороны государства, и бюджетный кодекс об этом прямо говорит, целевые деньги, и никакому риску они не могут быть подвергнуты. То есть только целевое исполнение, да и больше никак. С целью реализации различных проектов создаются инвестиционные фонды. И в инвестиционных фондах участие государства предполагается. То есть это не только иное бюджетирование того или иного проекта. Поэтому, когда мы говорим о субсидиях, субвенциях и так далее, это все регламентируется совершенно другим законодательством. Я с вами абсолютно согласна, Эрика. Вы вот схватили именно суть то, что главное. Я бы даже еще дополню, в данном случае мы говорим не только про бюджетные средства, мы говорим, что вот та конструкция ДЧП, которая будет внедряться, она ведь фактически сделает изъятие из огромнейшего количества федеральных законов того ужесточившегося законодательства в сфере распоряжения ограниченными ресурсами. То есть мы говорим о земле, мы говорим о космосферном обществе, мы говорим о недрах, лесах и так далее. То есть в данном случае в связи с принятием законодательства ДЧП предполагается не аукциональный способ распределения вот этого рода ограничений государственных ресурсов, а именно как единая процедура отбора проекта ДЧП. Поэтому это корпус в данном случае. Почему государство пытается как единый проект ДЧП в данном случае привести один раз корпус, в последующем уже сделал соответствующее исключение при предоставлении земли, имущества, недр или соответственно леса. И почему государство... Это уже так, что касается бюджетных средств, это некий тоже так же уход от 44-го федерального закона, потому что одновременно предполагается внесение всей федеральной закона. То есть это того, чего в принципе в настоящее время не хватает субъекта Российской Федерации или муниципалитетов для того, чтобы реальность проекта ДЧП заработать. Потому что если говорить тоже так же о земле, и в этом случае проекта ДЧП нужно на общих основаниях проводить аукционы, наверное тут эффективности не будет никакой. И почему мы и говорим, что как раз таки публичная правовая природа, то есть еще раз я посмотрел, какая-то реальная закона, никто не отступает, это гражданство правового договора. Но при сохранении позиции гражданских правового договора, свободы воли сторон, но как или иначе все новые и новые обязанности, публично, на нового характера, прежде всего на публичное образование и на частное партнёво. В том числе на публичное образование с точки зрения возложения на него вот этих вот дополнительных обязанностей, до оказывания эффективности этого проекта ДЧП, до эффективности финансовой модели самого, С точки зрения социально-экономической эффективности, с точки зрения эффективности вложения бюджетных средств и использования ресурсов, мы должны будем в последующем случае, если такого концепция сохранится, наверное, так оно и будет, мы должны будем доказывать это деятельство подконтрольное, поэтому ужесточение соблюдается. И ставить вот эти сравнительные преимущества, то есть если бы не проект Кличебо могли бы не достичь вот этой общественно-публичной цены эффективности иным способом, то путем обычной дневной закупки за счет бюджетных средств. Так, поэтому здесь мы это занимаемся. Вопрос, да у нас или комментарии? Я, конечно, член Китеринского сентября, сентября в Сентября в Сентября, в том, что я не знаю, что вам нравится разведеться в Вячеславовской работе, которая, в результате, была очень важна тому, что хотят участвовать в проектах ЕЧП. Вот, вопрос. Есть комплектная, соответственно, сентября сoutру компаний, иностранные инвесторы, а хорошие спины, она как же в это дело одна воз движется? Что в жел doubts в thấy ручные иностранные инвесторы будет, у нас есть комплектная компания. У нас есть государственные органы, которые всегда говорили об защите иностранные инвесторы. В чем проблема? Еще добавлю, что в обеспечении будет отдельная животная конференция по теме России, как только и правы. И нам нужно сказать, как же в теме речи вы. Что мне и им о тебе сказать? В частности, например, вы знаете, что на данный момент вы хотите себя абсолютно интересно иностранным инвесторам и разбить после первого речения. Что мне о тебе сказать о моих темах? Спасибо. У меня тоже вопрос возник. Представите вы потенциального инвестора. А что вы ожидаете? Какие гарантии публичная сторона должна представить? Хотя бы, что стоит в поекте, как сейчас, уже с вами совместно, что потом можно этот объект приобрести в теоретики? Это было бы хотя бы более интересно для тех своих сфер, которые хотят в данном мире, например, приобрести в теоретики. Если я правильно поняла, то интересует форма BWO built on over it. Вот эта форма интересует. И дальше решение, наконец-то, двух наградинных, когда наконец будет идти в теоретики, то есть, менее частные как здесь? Ну, я полагаю, что, конечно, у каждой страны есть свои интересы. И невозможно окончить вуз, не закончить школу. Мы только приступаем, имею в виду Российскую Федерацию, к данной теме государственное частное партнерство. Поэтому я не случайно в выступлении сказала, что только три формы в Российской Федерации используются из семьи. Но вот наиболее предпочтительно, по крайней мере, по большим, крупным линейным объектам, и в частности по проекту другому, именно форма консессии. Я думаю, что не исключено, что другие проекты будут осуществляться и другими механизмами, для чего другими формами, почему бы и нет. Тем более, вы сказали, есть инвесторы, и обе страны заинтересованы в реализации пакета проектов. остается только договориться. Вы знаете, что сейчас они захотят им нужна более интересная правовая основа, и есть достаточно привлекательности в том, что рынок пока свободен, и многие инвесторы, в том числе и китайские, они забывают, или по крайней мере стараются не видеть тех рисков, о которых вы говорите, и о которых вы привлекаете внимание, и стараются занять этот рынок. вот как бы не было поздно потом. Да, конечно, безусловно, я с вами согласна. Не знаю, ответила ли я ему. А если можно его разрешить? Вот сейчас звучало в качестве одной из фон ЭЧП, оперативных фондов, то есть, когда строятся специальные социальные компании, проекты, как участок инвесторов, государственные партнеры, возможно, какие-то более сложные такие Спасибо. Более сложные государственные образования, например, буквы, учреждения. Вот у меня вопрос, во-первых, Сергеевичу по поводу того, как же все-таки на практике, существует ли такое, или у нас по-прежнему совместное предприятие, но только государственную, скажем, регистрацию в первую часть акций и в соответствии той часть акций, которая нерешающая. И, ну вот, есть ли какая-то конспектива этой формы, скажем, совершенствования, допустим, с учетом того, что в западных странах, неизвестно, используются такие механизмы, например, опционы. То есть, когда стороны решили, какие-то возможности в дальнейшем какие-либо деятельности, одна из того, скажем, частных инвесторов может выполнить государственную стороне, которая будет ценнее акций государства. Нас вот так это может привести, когда мы с требованиями отложим торги, а и в этом плане есть какое-то обречение, какое-то обречение, мы, в принципе, есть какие-то примеры использования для государственных проблем в форме антивной предыдущей, то у нас нет финансов. И, в основном, это вопрос, как антивная форма для ЧП является в этой идее. в этой сфере в этой на нашем кругу присутствует Ирина Ковалева, министр имущественных отношений. Наверное, я так скажу, последние два дня политическим этим вопросом мы занимаемся, и как раз на примере одной из действующих учреждений охраны социальной сферы ведется разработка такого проекта. Поэтому, если хочется приментировать, я думаю, что достаточно реально, мы пока не будем аннотировать проект в данном случае, как раз таки и связано с созданием, в данном случае, действительно акционерной формы собственности, и это действительно одна из форм, в данном случае, государственного частного партнерства. Вы, может быть, знаете, мы сейчас как раз стараемся применять очень новые формы. Может быть, вы слышали, это была приватизация с агралового флота, да, вот там мы применили как раз корпоративный элемент, то есть тот инвестор, который купил, он подарил аннуацию Архангельской области, мы заключили акционерное соглашение и достигли и интересов Архангельской области, и интересов инвестора, да, чтобы соблюдались области именно в этом предприятии, да, то, в принципе, в России мы привели, можно сказать, первую такую вот приватизацию именно с учетом второй. И частный интерес он приобрел, как бы это предприятие, и в то же время мы смогли сохранить какую-то государственную историю контроля, вот именно, чтобы этот бизнес не ушел из Архангельской области, остались рабочие не ставь, так же мы вот пытались делать именно концессионные соглашения, чтобы прижились, да, я могу вам сказать, что мы сейчас готовы как бы на это идти, потому что у нас есть три памятника культуры, которые регионального значения, да, которые, можно сказать, в Беломорской флотерии третьем, Бара-Лучинского, Троицкий, которые, в принципе, нужно ремонтировать, на сегодняшний момент этих денег нет, да, то есть вот здесь мы готовы, мы не готовы потерять их, потому что это все-таки для этого, но мы готовы идти на государственное частное партнерство путем концессионного соглашения, ну, с использованием данных объектов в дальнейшем, но пока вот эти вопросы в разработке, то есть мы много проводим встреч с потенциальными, кто бы мог, ну, и в каких условиях, да, также еще другие тоже такие сферы, то есть вот если есть какие-то предложения, то мы готовы встретиться, принять, потому что ищем новые формы работы именно организации государственного частного партнерства, потому что, на самом деле, я с вами согласна, что вот то, что было приватизация ООО, и вот эти, ну, части акций, то практически сейчас мы их продаем, если вы видели прогнозный план приватизации, да, то есть вот эта форма, она не всегда имеет тот результат, который бы хотела иметь власть, просто иметь какой-то пакет и получать дивидендов, там, ну, в зависимости, там, 80 тысяч в год, это, ну, ни к чему, да, а в большинстве случаев вот сама форма, она акционерки, она не дает того вот сотрудничества, да, вот, ну, по моему мнению, потому что я вот руковожу этим предприятием, она не дает такую форму, вот этого, да, а вот если заключить договор, да, плюс акционерное соглашение, да, вот тогда, вот тот результат, он достигается, вот мы сейчас и пытаемся вот эти формы применить, да, создать, вот я просто, создать акционерное общество, где, может быть, даже там, ну, и долю мы еще решаем, но где именно контроль будет идти через акционерное соглашение, да, то есть, дать, может быть, инвестору вложить больше денег, да, сделать тот объект, но оставить контроль, чтобы он не изменил профиль этого предприятия, да, то есть, запрет на это, может быть, там, именно, какие-то еще, ну, какие нагрузки, о которых мы сейчас наговариваем, то есть, вот это, я считаю, что действенная форма, мы ее хотим развивать, попробовать развить ее, вот первый пример на правом флоте, амблиматизация, здесь именно путем создания, с учетом, опять же, акционерных соглашений, тоже часто, ну, государство часто поднется через корпоративную сферу управления, я думаю, что это будет действием, представляете, инвестор, вот, ну, и в итоге, может быть, иметь, там, ну, 75%, да, у него контрольный пакет, вот, нам ведь не нужно полностью руководить, нам нужно некогда рассветить, не сменилось профиль, да, не здание, ну, которое, может быть, там, вложено, да, не ушло куда-то там, именно в нем было то, что мы хотим, и это достаточно, может быть, заключить акционерное соглашение, вести, и сделать вето, да, на принятие такого решения, все, инвестор доволен, он уверен, что он, ну, как бы руководит, использует этот бизнес, и мы оставляем определенный контроль, что, вот, именно этот объект, в том социальном вопросе, в котором он нужен области, он будет существовать, ну, и, даже здесь, вот, я, например, выступала, пока мы еще до этого не пришли, но мои вот мнения, просто не обсуждается, и с юристами, то есть, ну, я могу сказать мое мнение, я даже считаю, что, да, вот иметь одну акцию, да, акционерное соглашение, и все, и инвестор, он уверен, он руководит этим бизнесом, да, ну, и у него отриличение, это только именно в той, именно в социальной сфере, да, вот, ну, осталось, может быть, даже и не жалко отдать, ну, вложить там, что-то, в итоге вложить, например, там, какое-то здание, имея 1%, представьте, на стоимость здания, сколько вложить туда инвестор, да, чтобы акционерку создать, и всего-навсего, мы инвестору говорим, там должно быть то-то, то-то, и должно быть, какие-то благотворительные мероприятия проходить, ну, допустим, там, ну, бесплатные для работы, я думаю, такой инвестор придет, и, ну, будет работать, и будет вкладывать деньги большие, я думаю, с таким, может быть, в будущем мы отремонтируем все наши памятники культуры, и они будут процветать, тем более, как я услышала, что вот именно некоторым инвесторам, как раз и интересно, ну, вкладывать вот в ремонт, в ремонт таких памятников культуры. Еще какие-то вопросы есть? Да. Коллеги, на самом-то, я бы сказал, что за этим кроется большое изменение в нашлении классического традиционного чиновника, да, и в том числе подходов, в том числе к управлению имуществом, да, создать вот в этом случае, в том числе и корпоративную форму управления. То есть, действительно, вот, например, последние где-то год-полтора, мы активно обсуждаем классический, да, вариант отношения ГЧП, это концессии. Ну, не идет. Почему? Потому что, прежде всего, концессия в области, понятная, инфраструктура, социальные объекты. Инвестор не хочет эксплуатировать, да, вот в этой классической, он не хочет владеть, не хочет эксплуатировать объектами социального назначения, да, та же самая задача в рамках майских указов, да, построительства детских садов и строительства школ. Инвестору не интересна эксплуатация, он готов построить, да, готов в последующем обрабатывать. То есть, понятно, что нужно создавать, в этом случае, посредника, который будет заниматься эксплуатацией. то есть, это, опять-таки, немножко не вписывается почти в классическую схему концессии. Спасибо. I really don't know what I should say because I am a tax payer. And in Finland we make a difference between budget money, which comes from me, and the money which has been put aside for risk-taking. So... And as far as I can understand, these projects that you call for private-public partnership, they are something like in United States. You must remember that Finland is a very old-fashioned country. And when we have high taxes, we wish to keep the government small and effective. And the risk-taking, which I was speaking about, that is made with separate foundation money, which has been taken aside and which is administered not by the чиновники, but professional people. Now I apologize to all chinovniks here. I didn't mean to be unpolite. So... You can go American way if you want, because this is a big country. If you want to go American way if you want, because this is a big country. But in Finland... We build roads on government money. And that is a public sphere. University makes its own building, and that money is foundation money since several hundreds of years ago. If you want to make a new building for apartments, for reconstruction of something, that is private enterprise, that is not public-private partnership. So I think that Finland is not a very good example, because obviously we don't take such risks, as you are able to take in Russia. And I think that Finland is not a very good example, because we are not taking such risks, which we are willing to take in Russia. and that is not a very good example. I have answered your question. I have answered your question. I have answered your question. Do you want to listen to your questions? I have answered your question. I will just go ahead and put up a question. Again, we work on different areas. We are responsible for all these areas. We have the questions that we have to answer so many, as I mentioned. I would say, it will be more like of a platform, maybe it will be more like an action-year-old? Там будет отделение, оно будет заниматься привлечением инвестиций в Афгангольскую область. То, что сейчас сказали здесь, это тоже предусматривается. В сентябре месяце данный вопрос будет решен, будет некое отделение денег от бюджета и будет заниматься Афгангольское общество привлечением инвестиций в Афгангольскую область. Такую форму мы тоже пробуем создавать. То есть, фактически пробуем задействовать все формы, чтобы посмотреть, какие будут более привлекательные для наших инвесторов. Можно вопрос, да? Я просто хотела уточнить. То есть вы распоряжаетесь своими бюджетными веками только английская область и собственность только английская область. То есть в пределах ваших полнолучий и компетенций субъекта федерации, не залазя федерально, да? Понятно? Поговорим про фразы, попрошу. Тот пример, который я неправильно приводил по правому фото, то есть это было с федерацией. То есть это проект, совместно реализованный с Росумуществом. В этом случае мы предлагали безусловно Росумуществу подарить нам одну акцию, но Росумуществе не готово было подарить акцию субъекту федерации, и было достигнуто соглашение о том, что частный инвестор, приватизируем объект, в первый же день практически дарит Архангельскую область эту акцию. Это было одно из условий приватизации. Поэтому одновременно подписывалось договор в дарении акции, одновременно подписывалось акционерное соглашение. Вот это да, это вот взаимодействие. Действительно уникальный опыт, и он бизнес уникальный для Росумущества, я так понимаю, потому что у них действительно пока такого вот опыта приватизации федерального имущества не было. А вот части объекта, да, это действительно да. Концессионная соглашение? Да. Концессионная соглашение? Да. Концессионная соглашение? Концессионная соглашение? Концессионная соглашение? Концессионная соглашение! Концессионная долгия! Кол проблемы обеспечиваются до этого, завтра потребуется? Концессионная соглашение! Концессионная соглашение с определенным этот прихоменさん «Постئ». Концы, junto с командами whoa Á cad. Концессионная соглашение, может быть, Концессионная соглашение, это при façonте Я должна сказать, что буквально вот происходит и ясность появляется, ну вот последнее время. Что касается инвестиций, то требуется привлечь 176 миллиардов рублей для того, чтобы...